Здравствуйте, глубоко уважаемые зрители! Меня зовут доктор Игорь Егерьевич Атабеков, я врач-онколог. Сегодня по некоторым просьбам, которые поступали уже давно, я расскажу о гипертириозе, то есть о повышенной функции щитовидной железы. До этого я рассказывал о пониженной, как о очень частом явлении. Аутоиммунный тироидит, например, может вызывать снижение гормонов щитовидной железы. Сегодня мы поговорим о повышении гормонов щитовидной железы. И в частности, особенно мы коснемся народных средств. Потому что традиционные средства, те, кто имеет такое заболевание, им их врачи-эндокринологи и так назначат, расскажут и будут ими лечить. А мы сегодня поговорим о народных средствах, которые, кстати, помогут для более легких форм этого состояния и могут помочь снизить симптомы и, ну скажем так, нормализовать гормоны щитовидной железы. Поэтому давайте с вами начинать. Итак, планы нашего видео. Поговорим о причинах, симптомах, вкратце очень о диагностике и о лечении. И в основном будем говорить о народных средствах. Причины повышения гормонов щитовидной железы. Здесь нарисована схема. То есть, вот эта верхняя часть, это железы в голове у человека, которые будут регулировать далее функцию уже щитовидной железы, которая находится на шее. И здесь у нас есть, ну этот нас меньше интересует, тереотропин, релизинг гормон. Нас интересует ТТГ. ТТГ вырабатывается у нас в гипофизе, гипофизе, идет в кровь и воздействует на щитовидную железу. Это тереотропный гормон. Он говорит щитовидной железе, вырабатывая гормоны. Соответственно, если у человека недостаточно гормонов щитовидной железы, организм будет заставлять вырабатывать больше ТТГ, чтобы заставлять щитовидную железу произвести больше гормонов. Что происходит при гипертириозе, когда гормонов вот этих становится много? Тогда организм, конечно, будет пытаться снизить их производство. Он будет снижать ТТГ. То есть он скажет, так, гормонов у меня уже много, мне хватит, я буду снижать ТТГ. Поэтому в большинстве случаев у таких пациентов, у них будет низкий ТТГ и высокие уровни Т4 и Т3. И здесь несколько причин. Почему я сказал в большинстве случаев? Ну, это подходит для, допустим, диффузного токсического зоба, позедовой болезни, когда у человека, это аутоиммунное заболевание, производятся антитела. Эти антитела по типу ТТГ будут заставлять щитовидную железу производить гормоны. Организм не может на это никак повлиять. Он будет снижать ТТГ, считая, что сейчас я снижу ТТГ, и щитовидка не будет работать. Но антитела есть, и они будут вместо ТТГ бесконтрольно заставлять ее производить гормоны. Дальше. Бывает токсическая аденома или многоузловый зуб. Это узлы щитовидной железы, которые активны, которые будут вырабатывать бесконтрольно, без всяких антител, гормоны щитовидной железы. Бывает более редко это аденома гипофиза, то есть опухоль доброкачественная вот здесь находится, и она будет производить ТТГ. То есть в этом случае будет высокий ТТГ и высокие гормоны. Но это намного реже. И бывает тиреоидит, это воспаление щитовидной железы, когда гормоны просто за счет разрушения клеток щитовидной железы, они будут выбрасываться в кровь. И это обычно приходящее. То есть оно со временем разрешится. Не постоянная проблема, в отличие от предыдущих, с которыми надо, соответственно, решать что-то радикально. Какие же симптомы, когда много гормонов щитовидной железы? Это потеря веса и высокий аппетит при этом. Это непереносимые жары, постоянное беспокойство, нервозность, тремор. Может быть частый стул. Может быть слабость в мышцах, которые близко к корпусу. Не те, которые вот кисти, например, а которые близко к корпусу. Дальше. Нарушение сна. Расстройство месячных. Влажная кожа. Частый пульс. Высокое давление. Могут быть аритмии. Может быть мерцательная аритмия. Тремор. Пальцы дрожат. Когда-то руки дрожат. И когда невролог стучит молоточком, очень активные рефлексы. Дальше. Отсутствие моргания и экзофтальм. То есть, ну такая вот выпученность, так скажем, глаз. Тоже за счет антитела. Это характерно для именно базедовой болезни. Когда антитела. Аутоиммунной причиной. Гипертириоза. И бывает криз, когда очень высокие гормоны. И когда состояние такое с лихорадкой. Очень частым пульсом, выраженной возбужденностью. Может быть делирией, нарушение сознания. Со страхом. Ну то есть, это вот состояние, когда нужно срочно человека лечить. Потому что оно угрожающее. Обследование какие? Тереотропный гормон ТТГ. Т4 и Т3. Иногда могут назначить териоглобулин. И сканирование с радиоактивным йодом. То есть, щитовидная железа будет выбирать в себя йод. И этот йод радиоактивный. Он будет светиться на снимках. Так, лечение. Лечение здесь описано стандартное. То есть, нам надо использовать бета-блокаторы. Которые будут снижать вот эти все симптомы. Связанные с давлением. Там нервозностью, тревожностью. Связанные с влиянием на сердце. То есть, то, что происходит из-за чрезмерной активации. Симпатической нервной системы. То есть, мы снизили симптомы. Дальше нам надо воздействовать на повышенные гормоны. Мы это делаем с помощью препаратов метимозол и пропилтиоуроцил. Которые, к сожалению, не лишены серьезных побочных эффектов. Правда, не лечиться тоже нельзя. Потому что там тоже будет много осложнений у нелеченного териотоксикоза. У постоянного повышенных уровней щитовидных гормонов. Дальше, когда все стабилизируется. Надо решать более все радикально. То есть, либо уничтожать радиоактивным йодом щитовидную железу. Хотя это может усугубить проблемы с глазами при базедовой болезни. Либо хирургическое лечение удалять щитовидную железу. И потом, естественно, без щитовидной железы эти люди вынуждены пожизненно принимать эльтероксин. То есть, гормон щитовидной железы. Чужой, так скажем. И если выражены проблемы со зрением, тогда могут назначать стероиды. То есть, лечение такое достаточно жесткое. Вот, кстати, тут интересная таблица о том, как влияет высокий и низкий уровень ТТГ, ненормальные уровни, на организм. Например, при высоком уровне могут усугубляться проблемы с отложением патологического белка в разных органах тканях. Это белок амилоид, амилоидоз. С которым связаны некоторые заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, Паркинсона, например. Хорегин, Тингтона, диабет второго типа. А вот с низким, например, может быть связано хроническое воспаление, демиэллинизирующие заболевания, когда разрушается миелиновая оболочка нервной системы, когда возникают всякие нейропатии. Рассеянный склероз, кстати, демиэллинизирующие заболевания. Постоянная усталость, множество болезненных точек по телу, мозговой туман, так называемый. Могут кисты формироваться. И могут быть проблемы в виде ускоренного остеопороза и истощения мышц, что часто можно видеть у пациентов с гипертириозом. И, повторюсь, эти средства используются часто в народной медицине, но, правда, имеют некоторую доказательную базу. И могут использоваться для более легких степеней гипертириоза. Первое средство – это зюзник виргинский. Спиртовую настойку использовали на крысах лабораторных. И наблюдали значительное снижение Т3. Считается за счет того, что Т4 будет превращаться в Т3 в организме. И Т3 более активный, более сильный гормон. И поэтому, если мы уменьшим вот это превращение с Т4 в Т3, то это как бы снизит проявление гипертириоза. И, кроме того, снижалась еще и концентрация и Т4 гормона, и ТТГ гормона. То есть, есть еще какой-то центральный механизм. То есть, работа, в принципе, на железы, расположенные в головном мозге. И он может помочь зюзник при потере веса, при сердцебиении, при усталости, при одышке и при треморе. Еще один зюзник европейский. Здесь уже на реальных людях, на пациентах, у которых были симптомы высокой функции щитовидной железы. И наблюдалось значительное усиление выведения гормона Т4 с мочой. И снижение симптомов, связанных с повышенными гормонами щитовидной железы. В частности, учащенный пульс. При этом переносился он хорошо. Еще одна статья тоже на пациентах. Давали им экстракт зюзника европейского. И сравнивали тех, кто получал экстракт в течение месяца с группой пациентов. Ну, то есть, ретроспективно их сравнивали с теми, кто получал тоже в течение как минимум одного месяца его. Но в течение предыдущих двух лет. То есть, смотрели у них сохраняется сейчас эффект или нет. И сравнивали еще с одной группой, у которых ничего не получали. Всего 403 пациента с легкой степенью гипертироидизма. Гипертиреоза. Вы можете увидеть здесь, что количество ответивших на терапию экстрактом, собственно говоря, зюзника, больше, чем в группе, которые ничего не получали. И никаких побочных эффектов не было обнаружено. Пара народных рецептов. Берут одну или пол чайной ложки этого зюзника, добавляют туда кипяток, заваривают, 10 минут ждут, потом процеживают в отдельную чашку и пьют. После того, как он немного остыл. Один раз в день. Либо можно, некоторые берут настойку зюзника, от 4 до 8 капель капают в воду, в ложку с водой. И держат под языком 3 раза в день. Осторожно. Беременным кормящим не стоит. И если вы уже что-то пьете от гипертиреоза, тоже лучше не принимать это средство. Следующее это пустырник или пустырник сердечный. Он работает как бета-блокатор. Помните, я вам говорил, что назначают препараты, которые снижают симптомы, связанные с чрезмерной активацией симпатической нервной системы. То есть возбуждающей, ускоряющей нервной системы. Вот он работает как естественный бета-блокатор. То есть он может помочь успокоить человека, снизить пульс, снизить давление, улучшить сон. Но прямого влияния какого-то на гормоны не оказывает. То есть, ну, по сути, как бы можно было бы использовать в комбинации с предыдущим средством. Теоретически. И способы тоже. Либо заваривать можно горячей водой 15-20 минут настаивать и потом фильтровать и пить 1-2 раза в день. Либо тоже можно использовать настойку, 10-20 капель настойки на стакан воды. Хорошо перемешивать и пить эту воду. Если вы что-то принимаете уже для сердца, для давления, то лучше поговорить с врачом, можно ли вам при этом принимать пустырник, чтобы не усугубить, не чрезмерно не подавить симпатическую нервную систему. Следующая это мелиса. Она известна как приятный напиток и хорошее успокоительное средство и для нервозности, и для головной боли, и при головокружении используется, и для понижения давления, и вот для гипертериоза тоже в народе её используют. Она работает уже, в отличие от предыдущего средства, на гормоны щитовидной железы. Она нарушает связывание ТТГ с рецепторами, и кроме того, и антитела при базедовой болезни тоже с рецепторами в щитовидной железе нарушают связывание. Соответственно, будет меньше щитовидная железа активироваться вот этими вот веществами, и будет меньше производить гормонов. Ну, на сегодняшний день вот такой вот механизм действия предположительный. Две столовые ложки мелисы на стакан воды настаиваем горячей и пьём. Один-два раза в день. Далее, что очень важно. Это питание и достаточное количество витаминов и минералов. Например, витамин С. Это хороший антиоксидант, он может и защищать щитовидную железу. Нужно есть достаточно продуктов, богатых витамином С. Мы помним, это и болгарский перец, например. Это может быть шиповник, даже его перемалывать можно принимать. Не обязательно заваривать, потому что при заваривании могут всё-таки теряться некоторые концентрации витамина С. Смотря сколько вы завариваете, об этом я подробно рассказывал в видео о шиповнике и как его правильно заваривать. Ну и, в принципе, можно рассмотреть вопрос приёма витамина С в виде биодобавок. Витамин В12 часто наблюдается у людей, у которых проблемы с повышенной функцией щитовидной железы. Тоже его лучше употреблять с продуктами. Я напомню, это животные продукты. Водоросли вам не пойдут для этого. Это особенно много в печень, мясо красное, могут быть яйца. Ну и можно рассмотреть вопрос о приёме в виде добавки. Дальше магний обязательно нужен для нормального обмена в щитовидной железе, для нормального использования ею йода. Поэтому продукты, богатые магнием, это орехи, семена, зелёные листовые овощи, цельные зёрна, чтобы предотвратить дефицит. Или приём магния тоже рассмотреть. И должно быть достаточное количество кальция, витамина Д. Кальций за счёт продуктов, витамин Д, даём сначала уровень. Не надо очень высокий уровень и не стоит, чтобы был очень низкий. Если у вас будет уровень 30-40, в принципе это нормально. Не обязательно его вгонять до сотни. О витамине Д тоже есть у меня подробное видео. Ну и по некоторым данным, доказательная база здесь меньше, но овсянка может облегчить симптомы гипертиреоза. И также это хороший продукт, богатый клетчаткой, что может помочь со стулом при гипертиреозе. Причём не только с запорами, если у человека запоры, но и с диареей помогает клетчатка. Я, кстати, ежедневно ем овсянку утром. Ещё есть данные, что препарат холестероамин может помочь при базедовой болезни. Вот здесь, например, определён случай, когда человек, пациент, он опубликован случай, когда пациент передозировал гормон щитовидной железы, возникли симптомы и холестероамином ему их неплохо нейтрализовали. И другой случай, когда йод с содержащим контрастом, то, что используют часто для компьютерной томографии, например, возник из этого контраста приступ тиреотоксикоза у пациентки и назначили холестерамин, и это помогло снизить приступ. Ну, естественно, надо там ещё бета-блокаторы и прочее, потому что состояние достаточно угрожающее. Сколько надо? 4 грамма 2-4 раза в день в течение 4 недель. Вот они так использовали его. Хочу сказать, что холестерамин – это препараты, которые связывают желчные кислоты в кишечнике. Мы знаем о том, что печень производит, ну, производит желчь, да, она идёт в кишечник, и потом она будет всасываться назад. Большая часть желчи будет всасываться. То есть, организм не будет терять желчь, не будет терять холестерин. Если идёт связывание, то желчь эта не всасывается и теряется холестерин. То есть, это средство для снижения холестерина и так называемого плохого холестерина. И вот холестерамин, он может ещё помочь с выведением гормона Т4. И другие полезные биодобавки. Есть некоторые сведения, что могут помочь куркума, допустим, с бромелоином, омега-3, кверцетин или другие ему подобные, типа физетина или дегидрокверцетина, которых я рассказывал о всех трёх, собственно говоря, на канале. Расторопша может помочь, лакрица как противовоспалительное средство, ягоды боярышника для сердца. И вот эти два средства, стефания четырёхтычинковая и сосапариль для успокоения иммунитета при базидовой болезни, потому что это аутоиммунное заболевание. Дорогие друзья, на этом на сегодня всё. Я надеюсь, вам было интересно. Не стоит забывать, что самолечение может быть опасно. У каждого средства могут быть свои противопоказания. А касательно нарядных средств, они изучены меньше, и о них меньше известно, как об их противопоказаниях, побочных эффектах и взаимодействиях с другими лекарствами и средствами. Несмотря на это, под тем данным, которые у нас есть, эти средства переносились достаточно неплохо. В любом случае, будьте осторожны, а я вам желаю успехов в борьбе с любыми трудностями и недугами, которые у вас имеются. Будьте здоровы, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин